КУПЕЛЕНКО Ранее было закончено строительство канализационного коллектора из микрорайона Купеленка до Видновской КНС на Старонагорный. Проложили две трубы длиной 4900 метров. Сейчас коллектор подключен к станции и полностью работоспособен. В строящейся канализационно-насосной станции установят оборудование для озонирования, которое полностью исключит возможность распространения неприятных запахов. А чтобы жителям жилось комфортно сейчас, были произведены работы в ныне действующих аэротенках. Мы полностью, по просьбам жителей, для того, чтобы устранить запахи в этой части, провели полную реконструкцию двух аэротенков, каждой емкостью по 1200 кубометров. Поставили дополнительное оборудование, поставили озонатор, который сегодня осуществляет связь между атмосферным воздухом и внутренними частями. И на сегодняшний день запах практически отсутствует. После того, как КНС построят и введут в работу, предстоит решить, что делать с временными очистными сооружениями и территорией вокруг них. Однозначно не будет вот этих шатров страшных, точно. Давайте мы, вот вы как активные жители, предложение задайте, что вы хотели здесь увидеть. Внимание, подготовьте и договоритесь друг с другом. Затем участники встречи перешли к ситуации в микрорайоне «Завидное». Сейчас власти ждут утверждения межведомственной комиссии конкурсной документации на проектирование КНС, которая должна произойти на днях. Затем проект направят на торги. Планируется, что в зимний-весенний период следующего года уже можно будет приступить к строительно-монтажным работам. Обсудили также будущее благоустройство береговой линии и санитарную очистку самой купеленки, которой предстоит приступить после обследования состояния реки в июне этого года. «Первый этап – это пройти по береговой полосе, определить несанкционированные источники, ну и, в общем-то, узаконенные источники сброса, ликвидировать. Следующий этап – это санитарная очистка. То есть это как раз от захламленности, о чем мы сейчас говорили, и от различных порослей, деревья убрать с береговой линии, ну, в общем, почистить береговую линию». Светлана Земцова живет в микрорайоне Купеленка уже три года. Говорит, за это время река изменилась до неузнаваемости, и ее в буквальном смысле нужно спасать. Местные жители мечтают, чтобы уже в ближайшем будущем около чистой реки расположилась парковая зона с часовней. «Очень радует, что возобновились работы по строительству КНС «Ковидное». Очень радует, что «Завидное» скоро выйдут на торги. Обновится дорожная карта по всем мероприятиям. Вместе с Валерием Николаевичем Венцелем будем следить». Присутствующие на встрече приняли решение собираться раз в две недели по пятницам, чтобы общественность могла держать под контролем ситуацию в проблемных микрорайонах. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.